Привет, дорогие друзья! Сегодня будет обжорчик вот на эту пиццу. Вот такая пицца продается в минских, как это называется, торговая сеть, что ли, или как-то. Ну, короче, евроопты. Там такие магазины продуктовые, там всякая шляпа продают, еду, продукты. И вот такие вот пиццы в таких, видите, колхозных немножко коробках, простеньких, продаются вот самопальные пиццы. То есть вам где-то за минут 10 их делают, за 15, и все, идете на кассу и покупаете с этой вот пиццей. Обычная простенькая коробочка, какая-то наклейка. Там масса еще идет этих, ну, там домашняя, по-моему, или деревенская пицца. Еще какая-то острая, тыры-пыры. Я, кстати, не помню название, но самая вот топовая, вот на мой взгляд, мне понравилась эта пицца с курицей. Вот я очень часто покупаю. Кстати, забыл, еще колы обычные беру в баночке, ну да ладно. Вот, и тут поваренок нарисован, ну, такая простенькая коробочка. И сразу, знаете, когда покупаете запах вот этот, и сейчас в комнате стоит запах вот вкуснятины, знаете, такой немножко домашний. Вот реально, аж слюнки текут. И вот открываем. Опа. И видим, так вот немножко, да, топорно сделано все это дело. Куски такие вот, ну, грубые, вот тоже классно. Порезано так вот, ну, неровненько. Видно, вот просвечивается лук здесь. В общем, зачетно. Сейчас мы это попробуем. Оно вот классно отрывается все. И вот запах вот этого лучка, какого-то специй. И тут еще присутствует также перец и этот огурец. Огурца, помидора нету. Да, огурец. А тут состав, кстати, есть. Ну, естественно, курица. Так, 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 так. Ай, что-то много читает там текст, ладно. В общем, тесто, лук, огурец, перец. И эти, маслины вот так вот порезаны. Маслины. Все, и курятина сама. На вкус мне нравится. Она вот реально как домашняя такая. По цене цена недорогая. Я не знаю, сколько здесь грамм. Так, 100 грамм. 500 грамм. 500 грамм пиццы. Нормально. 500 грамм. И стоит, грубо говоря, 6 рублей белорусских. Это, ну, примерно 60 бак. Ой, какие. 6 долларов. Даже чуть меньше. Но округлим до большего. 6 бачей стоит такая пицца. Очень вкусная. Это насыщенно, питательный. И, чуваки спрашивали, почему я рассказываю в долларах? Ну, во-первых, люди смотрят с разных стран. Не знают, сколько что, рубль у нас белорусский. Поэтому, ну, уже более такой на интернациональную валюту перехожу. Доллары. А сами же там, если вам интересно, считайте. То есть, 6 бачей, ну, меньше 6 бачей стоит такая пицца. Ммм, обалденно. И, кстати, ее даже можно вот так сухомятку. Ну, с колой она классная. Идет вот этот, ну, вкус колы перемешивается с букетом, вкусовым букетом этой пиццы. И она вообще, ну, то есть, невыносимо. Просто вот, судовно. А, тут еще какой-то майонез вот, да-да-да. Что-то тут накапали. Какие-то специи. Ммм, обалденно. Вообще, вот пицца, даже шаурму. Я, ну, не считаю это фастфуд. Ну, как фастфуд сейчас у людей это ассоциация, как плохая пища. Там вот всякие макдональдсы, бургеры эти. В чизбургере, в пицце, это, по сути, ну, все натурально. Разве что тесто там непонятное. Ну, да ладно. Как углеводы пойдет. Как и в пицце, так и в шаурме присутствуют углеводы. Белки. Курица, мясо. Всякий бекон. Крючатка, огурец. Лук, наверное. Перчик вот есть. Есть желтый, красный. И отлично. То есть, я люблю такую еду немножко, как бы это сказать. Ну, шаурма, вот там всего по чуть-чуть. Так и тут пицца. Я не сторонник раздельного питания. Считаю, что это не очень грамотно. А вот пицца, шаурма, это круто. Но, сейчас какая-то мода на шауху пошла, да? В всяких пабликах, мемчиках. Показывают там типа шауха. Но не знаю, я больше пиццы сторонник. Я уже вижу, человечество разделяется, грубо говоря, на два фронта. Пиццеманы и шаурманы. Я все-таки отношусь к лагерю пиццеманов. Пицца это круто. Ну, хотя, и то, и то. Люблю. Ну, пиццу я часто ем. Шаухи что-то у меня нормальное возле дома я не находил. Хотя, может, что-то есть, ну, конечно, знает. Обычно пицца, шауха как-то... Блин, на натуре вот у меня нигде и нету. Если что-то найду, обязательно, конечно, сделаем обжорчик, покушаем. По-моему, я делал обжор на шаурму. Ну, это было с Макдональдса, там что-то... Там что-то Кинг, шаурма, я не помню уже. Ну, в описании видоса будет ссылка на плейлист для обжора. Там можете найти. В общем, пицца классная, очень вкусная. Кто мутит эти пиццы, просто хороший человек. И самое главное, если покупаете, у вас есть 15 минут, чтобы это захавать. Потому что, ну, оно чуть-чуть остынет уже, уже не то будет. А именно, когда вот вы стоите на кассе, ложите на прилавок, ну, или на эту ленту, пицца, вот этот аромат идет. Вы берете пиццу и идете там. Вот надо успеть где-то на лавочку зайти, либо в машине что-то зачирикать. И вы тогда словите вообще неописуемый кайф от приема пищи вот этой пиццы. Обалденно, все. Осталось два куска. Ее даже вот запивать не надо, она и так хорошо идет. А вот курица маловато. И вот самое главное, что, ну, тесто, такое оно, пойдет. Это не так, что слишком тонкое, но оно, нет вот этого привкуса теста. То есть, как бы, все сбалансировано. Ну, единственное, начинку я, может, чуть-чуть побогаче добавил бы. Тогда мне устраивает. И главная цена. Очень дешево. То есть, реально, пицца у нас, может, они, да, чуть повкуснеть, чуть побольше, подороже. Но это вот такой хороший вариант, тоже неплохой. Вот последний кусочек остался. Оно, знаете, вот тоже немножко, вот от теста, ну, сухость во рту, да, так уже трудно жевать. Но как только зубами уже раскусываете вот этот огурец, какой-то тут, типа майонеза или что, то он сразу размягчается, можно дальше пожирать. Но, забыл сказать, что люди делятся, да, на два типа. Те, кто сжирает вот эту начинку, оставляя, как она называется, не крайнюю плоть, блин, ну, горбушку или как это от пиццы, да, вот это вот тесто. А есть такие люди, которые не едят, всё, выкидывают. Но это кощунство, я считаю. Я же сторонник того, чтобы сначала захавать вот эту горбушку, крайнюю плоть пиццы. и в наслаждении мне будет подарок. Это вот, вот эта вот смачная, роскошная, сочная начинка. И берёшь и хаваешь. Всё. Пицца полностью поглощена, очень вкусно было. Блин, к сожалению, забыл я колу взять, продаётся в баночках, я очень люблю. Вылетел с головы, когда покупал. Ну да ладно. В общем, друзья, ссылочка на плейлист будет в описании видоса. Всем спасибо, всем приятного просмотра, приятного аппетита, подписывайтесь на канал. С вами был Женек, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok